Угроза взорвать Киевскую дамбу, и тут нужно еще раз подчеркнуть, они это сделают, если смогут, но они не смогут, потому что этот объект охраняется украинской армией, там и комплексы ПВО есть, и соответствующие антидиверсионные группы, все это понятно, но смысл в чем? Они же соответствующие угрозы, но делают на самом-то деле в течение последних лет. Так все им хочется, как они говорят, Киев наш, поэтому давайте мы утопим его. Как говорят российские нацисты, нам нужна только земля, без людей. Из последнего, кто говорил о Киевской ГЭС, о Киевской плотине? Мы знаем этих людей, мы знаем их, и Кирилл Буданов их тоже знает. Упреждение банковое снесло. 15-го числа начинается сконвент республиканской партии. Да, прости, и тем, которые так переживают, и дамбу тоже киевскую. Поэтому обращайтесь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть, и все будет хорошо. Или уходите с Левобережья, зальет-то Левобережная, Левобережная Киев. Ну, как это было в 61-м году? Да это уже вы предлагаете. Я предлагаю снести сатанинскую власть. Но если снесет дамбу, то... Но население может успеть уйти. Там до четвертого этажа затопит. Да-да, но может уйти населенец. Его никто не держит. Модозвон, кстати, какой-то стал не очень уверенный. Он теперь уже съезжает. Это не я предлагаю взорвать киевскую дамбу. Хотя перед этим он же это сказал. Пытает соответственность на всех пропагандистов переложить. Ребята, вы все в списке. Вот все без исключения. И вот этот синхрончик, я же его привел не для того, чтобы очередной раз повторить вот этот вот тезис и привести такие яркие доказательства, что нацисты они и есть нацисты. А о том, что как они работают. Мол, соглашайтесь, соглашайтесь на условия Путина. Потому что у вас некоторые гламурные блогеры уже сильно устали от войны. Потому что хуже будет. Может быть хуже. Только может быть хуже не только для нас, но и для российских оккупантов. А я повторю, что наша задача сделать так, чтобы они умирали, а мы нет. И есть хорошие новости в данном случае. Вот правда. Тут еще один любитель утопить украинцев в воде. Помните, у них был такой герой Антон Красовский. Очень откровенно за***л парень, который предлагал топить украинских детей. Так вот, Захарова от Красовского ничем не отличается. И от Соловьева-Модозвона. Они тоже хотят топить детей и взрослых. Почему? Ну, потому что они пытаются решить украинский вопрос. Но, как говорится, еще вопрос, кто будет плавать. Почему я говорю о том, что есть хорошие новости, и не просто так Белоусов, которого в ближайшее время объявят международный розыск, звонил Остину. Знаете, какой он вопрос задавал главный? А что там по самолетам? Ответ есть. Есть. Самолеты уже в Украине. F-16 уже в Украине. Теперь по поводу всей этой шума самолетами F-16. Не надо их недооценивать. Совершенно. Здесь не так все просто далеко. И предельно понятно, что каждый самолет будет нацелен и будет стремиться, что сделать? Поразить нас. Бить нашего солдата. Какой умный генерал-лейтенант. Он, кажется, наш раскрыл. Раскрыл наш коварный план. Я единственное добавлю, что не только солдата, но и офицера, и генерала. Генерал Теплинский знает. Смотри предыдущее видео, что бывает с российскими большими чинами на территории Украины. Их минусуют. К ним прилетает. И да, их разрывает. Не всех сразу на куски. Но Теплинскому пока повезло. Но кто сказал, что мы не можем повторить с ним сегодня? Бо, летаки летят, будем бомбить. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Здесь вопрос не только в противовоздушной обороне. Понятно, что там 80 с лишним самолетов на Украине разместить априори. Негде их, просто негде спрятать. Спрятать негде. Они будут моментально поражены, потому что вся территория Украины или Бородрома простреливается нашими средствами дальними. По полной программе. Вы не знаете, почему у них такие грустные лица? Ну вот, знаете, качают понты. Вот все простреливается. Иногда попадают по аэродромам. Правда. Но тут критерий какой? То, что было в Мергороде. Там есть мнение, что там были или макеты, или неработающие самолеты. Дело не в этом. Дело в том, что они-то попадают по аэродромам. Но мы как бомбили их, так и продолжаем это делать. То есть украинские висковые поветряние силы, об уничтожении которых генерал Тувинский говорил еще в начале войны, продолжают минусовать российских оккупантов. И это критерий эффективности. И то, что они рассказывают, что они обязательно уничтожат F-16 все, потому что они видят все самолеты. Но если другие модели самолетов не уничтожили, то и эти не уничтожат. И понятно, у нас переход на эти системы вооружения, на F-16, он будет постепенный. Сначала придут 6 самолетов, потом 26, потом 46, а потом 106 и 166, или может быть даже 238. Почему так? Ну, правила войны так диктуют. То есть главное, что начать бомбить, а далее, что все россияне умрут. И не случайно у Оли Скобеевой очень грустное лицо. Очень грустное. Сам самолет F-16 невеликая машина, это аналог нашего МиГ-29. Вопрос стоит, какое оружие на нем находится. Но самое-то такое нехорошее, то, что этих самолетов F-16 выпущено немеренное количество. Собрать можно и собирать, и собирать, и собирать. И вот здесь вопрос стоит. Первое самое главное. Если они будут на Украине, мы спокойно будем уничтожать. Да, это будет на земле, да, это будет в воздухе. Да, это будет в том числе, как бы идут они старики. Старики-нацисты. Гурулев дело говорит, это он Байдену обращается, что все-таки по Воронежу надо глупить, уничтожить на земле. На земле российские F-34, F-35, и все это говно. А-ля сухой суперджет. Повторить нужно этот подвиг. Это важно. Что еще? Мне нравится, что Путин воевался до такого уровня, что теперь стало понятно, почему нам передают F-16. Как говорят другие российские генералы, тире депутаты Госдумы, это ничего не изменит на поле боя. Надо еще добавить, как и другие системы поражения. Но если бы это было так, то, наверное, был бы парад в Киеве. А парада в Киеве нет и не будет. А вот насчет Москвы вопрос. Будет ли она, ну, в смысле, Рашка и Мордор. Третий момент, он, наверное, самый главный. Для натовцев самолеты F-16 и их применение на Украине, это не помощь столько в Украине, сколько проведения учений с боевой стрельбы по применению авиации НАТО против наших российских войск. Они хотят посмотреть, как это будет получаться на будущее. Потому что, посмотрите, заявление НАТО, они готовы уже будут через 5-6 лет полностью воевать с Российской Федерацией. Не об этом говорят. Действительно, самолеты F-16 можно будет потестить в боевой ситуации против современной российской авиации. Тут ключевой момент, что этими учебными пособиями являются российские солдаты, офицеры и генералы. И не просто так у них стало значительно меньше желающих отправиться в фашистскую российскую армию. Почему? Потому что срок жизни на российского оккупанта он постоянно уменьшается на территории Украины. Белгородщина, Краснодар и так далее. И это важно. Россияне, пока живы, на вас тренируются западные системы. Это же здорово. Говорит это только о гении Владимира Путина, который молодец, достиг на геополитической арене все, что хотел. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачения. Продолжение следует...